Так, битва с роботами. Боевой дроуд Ом. Вот, и сразу же наш медвежонок Эву наносит неплохой урон. А вот Люк Скайуокер добивает этого робота своим дружьем. Отлично, Чубака стреляет арбалетом, оказалось очень слабенько. Джедай мощный удар. Вот ничего себе, какой мощный дроуд. Вот не боится повреждений и даже отстреливается. Итак, медвежонок стреляет, наносит неплохой урон. И Люк Скайуокер добивает. Супер. Переходим, друзья, ко второй волне. Здесь опять же куча роботов. Вот, надеюсь, наши герои справятся. Итак, Джедай Целитель наносит неплохой удар. И Штурмовик добивает боевого дроида. Отлично. Забавный все-таки, друзья, медвежонок. Интересно, сможет Люк Саим особым выстрелом. Видели, как без проблем его добил. Итак, финальная схватка, друзья. Финальная схватка. И здесь какой-то крутой дроид. Дроид Страж AG-86 Элита написано. Ну, давайте-ка, друзья, мы пока обычного дроида выбьем. А потом уже попробуем справиться и с вот этим Стражем. Мощнейший удар световым мечом. И остался только вот этот дроид Стражник. Вот. Итак, тоже сможет сделать наш Штурмовик. Слабовато. Тем не менее, наносит неплохой урон. А Люк не сумел добить. А вот медвежонок без проблем добивает и этого дроида. Итак, друзья, отличнейшая победа на 3 звезды. Итак, друзья, давайте-ка активируем нового героя. Итак, Эвок Разведчик. Вот он, вот он, друзья, новый герой. Давайте-ка мы посмотрим. Итак, для его активации нужно 100 монеток. Что мы и делаем. Итак, у нас появляется новый персонаж. Вот такой вот прикольный медвежонок. Вот какой-то у него слабенький лук. Всего героя на 1 звездочку. Вот маловато, честно говоря. Ну, тем не менее, как-то вот так. Итак, друзья, давайте-ка мы его сейчас и постараемся обучить. Вот, постараюсь я его прокачать. Ну, давайте-ка, наверное, друзья, прокачаем его хотя бы до 4 уровня. Как-то вот так. Вот дальше я не хочу пока тратить на него ресурсы. Вот такой вот забавный медвежонок. Непонятно, как он будет себя вести в бою. Стоит на него тратить ресурсы. Пишите, друзья, в отзывах, комментариях. Вот давайте-ка, друзья, я еще прокачаю вот некоторые герои и пойдем с вами дальше в битву. Вот, кстати, можем наложить кучу прикольных плюшек на нашего героя. Но пока, друзья, мне кажется, лучше прокачивать трехзвездочных героев. Давайте-ка я прокачаю люка Скайуокера и Чубаку. Итак, попробую я прокачать его сразу же, друзья, до 6 уровня. Нет, не получается, друзья, только до 5. Только до 5 могу прокачать. Выше почему-то не идет. Вот. Итак, мощь возросла. Это тоже, кстати, радует. Давайте-ка я посмотрю, не могу я на него что-то деть. Итак, скорость, удалось установить какой-то чип и еще электробинокль, сила, локоть и тактика, друзья. Супер. Вот. И так точно не могу обучить, друзья. Нет, не идет, друзья, больше обучения. Вот. И давайте-ка, друзья, еще попробуем обучить Чубаку. Вот где он наш Чубака. Вот он. Вот попытаюсь на него надеть. Есть еще электробинокль. Тоже, что здорово радует. И, друзья, ага, друзья, у нас просто не хватает сфер для улучшения. Все понятно. Ну что же, тогда, друзья, давайте-ка еще попробуем, протестируем эту команду в бою и посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, у нас очередное задание. Ого, друзья. И так, да, вот, кстати, друзья, могу получить целую кучу всяких интересных плюшек. Вот за наши выполненные задания. Вот еще есть что добыть. Вот куча, куча, куча всевозможных заданий. Но пока, друзья, давайте-ка мы... Друзья, какой-то новый персонаж. Императорская гвардия предлагает нам активировать. Ну, я думаю, мы не будем отказываться. Вот такой вот забавный герой. Что это за герой, непонятно. Вот за 100 единиц мы его активируем. И у нас появляется еще новый герой. Имперская гвардия. Это, конечно же, здорово. Но, друзья, минус в том, что я не могу его прокачать. У меня нету вот сфер для прокачки. Ничего страшного. Тогда давайте-ка, друзья, мы пойдем с вами еще дальше по заданиям. Вот что у нас было по заданиям. И вот попытаемся сегодня что-то пройти. Так, вот предлагают нам получить. Получить. Вот. И, друзья, опять же неожиданно я перехожу. Вот вы разблокировали поставки. Битвы кантины станут доступны через один уровень. Друзья, не знаю точно, что это дает. Но здорово, что удается взять какие-то интересные плюшки. Итак, друзья, куча-куча нас заданий. Вот не совсем я разобрался с ними. Давайте-ка посмотрим, что здесь еще интересного. Вот давайте-ка, друзья, мне кажется, стоит нам пока вот выполнить вот это еще задание. Вот здесь одна миссия. И на этом уже сегодня будем прощаться. Итак, повысь персонажа. Можно только собрав достаточно его осколков. И что же. Вот, друзья, предлагают нам повысить, чтобы использовать собранные осколки. Итак, повысить за 10 тысяч. И, друзья, наш джедай перешел на новую звездочку. Обратите абсолютную мощь, повышая персонажей и разблокировая итоги все 7 звезд. Получите больше осколков персонажа, побеждая в битвах высоких сложностей, открывая карты данных в магазине. Ну что же, друзья, понятно. Задание пройдено. Протокол дроид. Теперь вы знаете, как повысить персонажа. Попробуйте записать этот процесс на свою плату памяти. Итак, друзья, понятно. Нужно собирать осколки, чтобы прокачивать героя. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка с вами еще пройдем одну миссию. И на сегодня уже на этом, я думаю, друзья, мы будем с вами прощаться. Итак, вперед. Вот, кстати, что здесь было за задание? Улучшить персонажа на один уровень, друзья. Вот, не знаю, как улучшить, потому что у меня сейчас нету ничего для улучшения. Вот, сейчас давайте-ка посмотрю. Нет, друзья, есть. Могу улучшить. Вот, все же могу улучшить. Ого, сразу же до пятого уровня. Ну, давайте-ка, друзья, вот, стоит ли улучшать вот этого, этого, вот, императорского гвардейца, либо кого-то другого. Кстати, давайте-ка, друзья, я, возможно, посмотрю характеристики этого императорского гвардейца. Силовая пика, имперская общность и вот заплакирована пока надежная защита. Ну, ладно, друзья, давайте-ка все же я его прокачаю. Вот, посмотрим. И так, сразу же прокачиваем его до пятого уровня. Вот, супер. Отличный, так, повышение характеристик. Нужно будет его попробовать в бою. Вот, продолжаем. Цепочка заданий пройдена. И следующее задание, друзья. Целая куча всевозможных заданий. Вот, я думаю, мы это будем делать уже в следующих видео. Ну, а сейчас давайте-ка все же я пройду какое-то, друзья, задание. И мы пойдем с вами, вот, посмотрю, кого бы еще улучшить, друзья. Вот, хотел я еще улучшить Чубаку. Возможно, сейчас это улучшится. Получится. Итак, друзья, есть. Итак, прокачиваю Чубаку до шестого уровня. Вот, здорово, здорово, здорово. Ну, что же, неплохо. Мощь прокачена. Вот, и я, друзья, еще хотел, раз уже удалось нам прокачать Чубаку до шестого, возможно, друзья, удастся прокачать и люка. Нет, друзья, вы видите, нету сфер. Нету сфер для прокачки. Вот, но я хотел бы еще с вами пройти одну из миссий, чтобы сегодня уже на этом заканчивать видео. Итак, вот, друзья, вперед. Давайте-ка пройдем эту миссию. Вот, не совсем, друзья, я понял, где сложные, где легкие миссии. Итак, смотрите, это первое. Вот, экран, это второй. Мы начинаем уже. Вот, а где сложные миссии? Ага, вот, друзья, а вот сложные миссии. Все, друзья, снизу я уже понял, где мы можем добывать вот эти особые осколки. Вот, я думаю, друзья, сложные мы пойдем в следующем видео. А сейчас давайте-ка мы с вами попытаемся все же в Пвайр пройти в нормальном режиме, но я возьму вторую вкладочку. Не первую, а вторую уже вкладку. Ну что же, друзья, бой. Давайте-ка посмотрим. Итак, кого из героев мы можем взять? Вот, союзники сейчас недоступны. Распустить выбор отряда, друзья. Хотел бы я еще попробовать, друзья, вот того, вот, гвардейца. Друзья, ну, наверное, мы пока не сумеем это сделать. Или как это лучше сделать, пишите в отзывах, комментариях. Ну, а я пока протестирую с вами вот этого медвежонка. Вот, а как же, вот, написано все герои. Почему же, друзья, я не вижу вот этого императорского... Вот, кто это у нас был? Императорский какой-то... Вот, не помню, кто это у нас был, но вот кто-то императорский был. Ладно, друзья, итак, идем пятером. Почему-то императорский охранник у нас не появился. Да, это был, по-моему, императорский охранник. Итак, битва с роботами. Боевой дроуд ом. Вот, и сразу же наш медвежонок Эву наносит неплохой урон. А вот Люк Скайвокер добивает этого робота своим дружьем. Отлично, Чубака стреляет арбалетом. Оказалось, очень слабенько. Джедай мощный удар. Вот, ничего себе, какой мощный дроуд. Вот, не боится повреждений и даже отстреливается. Итак, медвежонок стреляет, наносит неплохой урон. И Люк Скайвокер добивает. Супер. Переходим, друзья, ко второй волне. Здесь, опять же, куча роботов. Вот, надеюсь, наши герои справятся. Итак, Джедай Целитель наносит неплохой удар. И штурмовик добивает боевого дроида. Отлично. Забавный, все-таки, друзья, медвежонок. Интересно, сможет Люк Саим особый выстрел. Видели, как без проблем его добил. Итак, финальная схватка, друзья. Финальная схватка. И здесь какой-то крутой дроид. Дроид Страж AG86 Элита написано. Ну, давайте-ка, друзья, мы пока обычного дроида выбьем. А потом уже попробуем справиться и с вот этим Стражем. Мощнейший удар световым мечом. И остался только вот этот дроид Стражник. Вот. Итак, кто же сможет сделать наш штурмовик? Слабовато. Тем не менее, наносит неплохой урон. А Люк не сумел добить. А вот медвежонок без проблем добивает и этого дроида. Итак, друзья, отличнейшая победа на 3 звезды. Супер. Ну что же, хорошие награды, хорошие плюшки. Вот. На этом сегодня я уже, друзья, с вами буду прощаться. Вот. В следующем серии, надеюсь, будет еще интереснее. Вот. Итак, на этом пока все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах и комментариях рекомендации по этой игре. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok